Привет, юные ученые! С вами Билл Най, и сегодня мы будем исследовать удивительный мир кругов. Круги окружают нас повсюду, от солнца в небе до колес велосипеда. Мы видим их в природе, в наших домах и даже в еде. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как круги связаны между собой? Приготовьтесь исследовать увлекательный мир взаимного расположения двух кругов. Мы узнаем, как круги могут касаться друг друга, пересекаться или находиться на расстоянии. Это как игра в отношения между кругами. Чтобы понять эти отношения, нам нужно знать две важные вещи о каждом круге – его центр и радиус. Центр – это середина круга, как яблочко в мишени. Радиус – это расстояние от центра до края круга, как спицы в колесе. У каждого круга есть центр и радиус. И эти две вещи помогают нам понять, как круги расположены относительно друг друга. Готовы ли вы раскрыть секреты отношений между кругами? Поехали! Круги, как и друзья, иногда любят соприкасаться. Когда два круга касаются друг друга только в одной точке, мы называем это внешним касанием. Представьте двух друзей, держащихся за руки. Вот так соединены эти круги. Помните, мы говорили о центрах и радиусах? Они играют важную роль в определении того, касаются ли круги друг друга внешним образом. Если расстояние между центрами двух кругов в точности равно сумме их радиусов, то круги касаются внешним образом. Это как если бы мы измерили длину их вытянутых рук. Если расстояние совпадает, они могут дотянуться друг до друга. Представьте две монеты одинакового размера, лежащие на столе и соприкасающиеся. Это пример кругов, касающихся друг друга внешним образом. Мы видим это отношение кругов в повседневных предметах. И теперь вы знаете секрет их идеального соприкосновения. Иногда круги предпочитают держаться на расстоянии, как и некоторые друзья. Когда два круга совсем не касаются, мы говорим, что они находятся вне друг друга. Это как две отдельные мыльные пузыри, которые никогда не встречаются. Как мы можем определить, находятся ли круги вне друг друга? И снова, все дело в расстоянии между их центрами и их радиусах. Если расстояние между центрами двух кругов больше суммы их радиусов, то круги находятся вне друг друга. Это как если бы мы измерили расстояние между двумя домами, если оно больше, чем общая длина двух скакалок, то они слишком далеко, чтобы соприкоснуться. Представьте две отдельные пиццы на столе. Они же не касаются друг друга, верно? Это пример кругов, находящихся вне друг друга. Понимание этого отношения помогает нам увидеть, как круги могут существовать независимо, не пересекаясь. Круги могут быть такими уютными. Иногда один круг идеально помещается внутри другого, как эти забавные русские матрешки. Мы называем это круг внутри круга. Как будто меньший круг нашел себе убежище внутри большего. Чтобы определить, находится ли один круг внутри другого, мы снова смотрим на расстояние между их центрами и их радиусы. Если расстояние между центрами двух кругов меньше, чем разница между радиусом большего круга и радиусом меньшего круга, то меньший круг находится внутри большего круга. Это как сравнить размер формочки для печенья и самого печенья. Если формочка меньше, она может поместиться внутри печенья. Подумайте о пончике. Внешний край – это круг, а отверстие в середине – это другой круг внутри него. Это отношение кругов связано с понятием вместимости и тем, как один круг может полностью находиться внутри другого. Часть пятая. Когда круги пересекаются – пересекающаяся вечеринка. Круги могут быть очень общительными. Иногда два круга пересекаются и частично накладываются друг на друга, создавая общее пространство. Мы называем это пересечением в двух точках. Это как два друга, которые случайно встретились и немного поболтали. Чтобы понять, пересекаются ли круги, мы снова обращаемся к расстоянию между их центрами и их радиусом. Если расстояние между центрами двух кругов больше, чем разница между их радиусами, но меньше, чем сумма их радиусов, то круги пересекаются. Это как найти идеальное место для двух ковров, которые немного налегают друг на друга, не слишком далеко, не слишком близко, а в самый раз. Представьте, что вы рисуете два круга, которые пересекаются на листе бумаги, область, где они перекрываются, и есть пересечение. Это отношение кругов показывает, как круги могут делить общее пространство и создавать интересные формы. Часть шестая. Измерение расстояния. Насколько далеки наши круги? Мы много говорили о расстоянии между центрами двух кругов, но как именно мы его измеряем? Ну, это как измерить расстояние между двумя предметами с помощью линейки. Представьте себе центр каждого круга, как точку на листе бумаги. Мы можем использовать линейку, чтобы измерить расстояние по прямой между этими двумя точками. Это расстояние в сочетании с радиусами кругов помогает нам определить взаимное расположение кругов. Это как игра соедини точки. Расстояние между точками показывает, как связаны круги. Помните, что расстояние между центрами – это ключ к пониманию того, как круги соотносятся друг с другом. Это как секретный код, который открывает тайны отношений кругов. Часть седьмая. Круги в реальном мире. Находим связи. Теперь, когда мы знаем о различных способах расположения кругов, давайте поищем эти отношения в реальном мире. Круги повсюду. И как только вы начнете замечать их взаимное расположение, вы увидите их в совершенно новом свете. Вспомните олимпийские кольца. Это прекрасный пример пересекающихся кругов. Кольца пересекаются, символизируя единство и взаимосвязь стран-участниц. Или вспомните диаграмму Венна, которая использует пересекающиеся круги для отображения отношений между различными наборами информации. Круги – это мощные инструменты для визуализации и понимания мира вокруг нас. От колес автомобиля до шестеренок в механизме круги постоянно взаимодействуют и работают вместе. Понимая их взаимное расположение, мы можем лучше оценить конструкцию и функциональность предметов быта. Часть восьмая. Продолжаем исследовать круги. Приключения продолжаются. Поздравляю, юные исследователи кругов! Вы узнали о различных способах расположения кругов относительно друг друга. Теперь вы можете определить круги, которые касаются внешним образом, находятся вне друг друга, один внутри другого, или пересекаются в двух точках. Вы также узнали, как измерить расстояние между центрами кругов и использовать эту информацию для определения их отношений. Но приключения на этом не заканчиваются. Продолжайте исследовать мир кругов и посмотрите, какие еще удивительные отношения вы сможете обнаружить. Круги полны сюрпризов, и с вашими новыми знаниями вы готовы раскрыть их секреты. Продолжайте спрашивать, исследовать и поддерживать в себе дух научного открытия. И помните, наука — это круто! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова